Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Двор Фортресс, и в прошлой серии, ради изучения новых механик, ради новых впечатлений, ради новых челленджей, мы создали новую крепость. Той же фракции, на той же карте, в 10 днях пути от нашей прошлой крепости Великих Топоров, где сейчас насчитывается примерно 400 жителей. Наверное, индюки тоже за жителей считаются. Вот, будет очень интересно посмотреть на взаимодействие между этими крепостями, я жду очень сильно мигрантов отсюда, возможно, с какими-то артефактами, которые... Там они все хранятся на этих самых, наверное, они их не возьмут, да, с собой? Ну, короче, будет очень интересно посмотреть. Может быть, гоблины нападут на это поселение? Тоже посмотрим. Вдруг получится у гоблинов захватить нашу крепость, мы тогда отправим войска со временем, чтобы ее отвоевать. Было бы тоже клево. Вот, и потом, когда режим приключенцев запустят, можно будет пойти походить по всем этим крепостям и развалинам, возможно. Да, поэтому... Мы, короче, создали новую крепость в Хантед Биоме, в Злом Биоме. И рядом с нами другие гоблины, которые пока что войну нам напрямую не объявили, но с этими гоблинами у нас война. Они, возможно, я не уверен, но, возможно, будут атаковать, да, тут, в принципе, недалеко. От гоблинов дней 8 пути к нам от этих. А от этих так вообще меньше дня сюда топать. Вот, и здесь у нас башня некромантов относительно недалеко. Крепость... Не крепость, а какие-то темные ямы кобальдов. Хотя кобальдов здесь в окрестности нет, и некроманта тоже в окрестности нет почему-то. Вот, и какие-то крепости... Темные крепости людей тоже, пока я не знаю. Это просто захваченные людьми соседними крепости. Или, может, там какие-то злые люди живут, что ли. Каннинг. Тут другая цивилизация. Ну, короче, посмотрим, посмотрим. Вот, и... Самое, конечно, важное в этом биоме... Будут ли воскресать мертвые тела постоянно, да, регулярно. Насчет дождя я вроде проверил. Дождь и слизи никакое тут вроде не идет. Ну, во всяком случае, постоянно, беспрерывно не идет. Может быть, со временем выпадут какие-то осадки такого плана. Но пока вроде бы все хорошо. Вот. Ну, и давайте мы будем потихонечку развиваться. Посмотрим, как только у нас появятся первые тела. Будут ли они воскресать. Мы сразу с собой взяли бойца. Давайте мы поставим его сразу же на тренировку. В расписание. Постоянная тренировка. Выделим ему зону для тренировок. Бараки. Пока что где-нибудь вот здесь делаем. Маленькие бараки нам, в принципе, все равно, как они будут тут выглядеть. Нам, по большому счету, там ничего не надо. И вот так вот все мы включаем. Пусть идет. И тренируются там постоянно. Так. И давайте размечать путь вниз. Нам надо пробить будет водоносный слой. Здесь небольшой, но все равно с ним нужно будет справиться. Давайте где-то вот тут места побольше между деревьями и всякими этими. Я в этот раз хочу поэкспериментировать с немножко другим входом. Давайте мы, кстати, меточку здесь поставим. Вот так вот на F1. С немножко другим входом. Вот такого плана. Так. И вот как-то так. То есть вот ступеньки у нас будут примерно такие. Посмотрим. Понравится мне такой вариант больше или нет. Тут можно будет оставить центральную такую, как колонну. Можно будет ее убрать, поставить статуи какие-то или еще что-нибудь. Посмотрим. Пока что... Будет просто вот такая, как круговая у нас. Типа винтовая лестница. Типа винтовая. И коридоры у нас будут по 4 клетки. Мне кажется, так будет красивее, если ставить статуи по краям. Больше места для ходьбы, чем в 3 клетки коридоры делать. Вот. Ну и мы в этой крепости попробуем. Если нормально будем выживать здесь, в этом биоме. То попробуем как-то более красиво обустроить внутреннюю территорию ПП нашей крепости, нашего поселения. Вот. У нас тут несколько слоев песка для начала, а потом много слоев земли. Много слоев земли. Так, и уже здесь не копают. Тут у нас нет водоносного слоя. А, забавно. Ну ладно, мы в любом случае... Вот это водоносный слой. Я не попал немножко в него полностью, но может быть... А, на уровне ниже есть водоносный слой. Хорошо. Тогда, получается, нам надо еще раз приказать, чтобы копали здесь. Вот сюда. Точнее, не так, а вот так нам надо приказать, чтобы копали здесь. Да. И нам надо раскопать теперь территорию вот здесь вокруг полностью. Давайте, да, наверное... Ой, стоп, 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 стоп. Здесь же у нас лестничка. Полностью территорию вокруг. Чуть-чуть промазал. И застроить ее стенками. Эту часть тоже, наверное, мы снесем и застроим стенками здесь. И также сделаем на следующем уровне, где уже вроде действительно более серьезный водоносный слой как раз на этом уровне. Поэтому копаем. Тем временем давайте смотреть, что у нас тут происходит. Тут у нас какая-то заруба с... С этим, блин, проклятым медоедом было дрался спиртвар. Да, именно кип дрался. Отлично. Отлично. Небольшая боевая тренировка ему. Ну и теперь опять же, да. Самый главный вопрос. Самый главный вопрос. Будет ли оживать... Он немножко устал, но все хорошо. Будет ли оживать... Мертвецы. Как раз на примере вот этого медоеда будет хорошо посмотреть, наверное. Пока живность остальная оставляет желать лучшего, конечно. Не самая интересная получилась живность там, да. Так, и да, у нас важная работа. Важная работа. Вот тут вот выкапываем тоже и застраиваем все стенками. Таким вот образом мы от водоносного слоя избавляемся. А если бы у нас была попроще лестница, да, это было бы проще сделать, но ничего. Давайте вот эту древесину будем использовать. Сначала вот так. Тут, в принципе, водоносного слоя нет с этой стороны, но мы будем делать так, как будто бы он там есть все же. Вот так. Вот так. По диагонали тоже застроим, как только вот эту основную часть тут нам достроят. Мне нравится, как древесина сделана. Вот здесь. Довольно симпатично так блоки визуально выглядят. Так. Ждем, чтобы достроили. Здесь уже можем ставить блок. Здесь уже можем ставить блок. И надо периодически поглядывать будет на живность, которая будет к нам приходить. Вообще, на самом деле, в идеале, во избежание проблем, будет просто закопаться нам нужно как можно быстрее. Это будет самый лучший вариант для нас. И закрыться полностью с поверхности. Пока мы не подготовимся более-менее к каким-то открытым встречам с осаждающими. Так. Вот таким вот образом мы обезопасили себя полностью от водоносного слоя. Легкий водоносный слой довольно легко прокапывается. Его несколько уровней. И проблем с ним особо нет. Если бы это был более глубокий водоносный слой, то, конечно, было бы намного печальнее. Потому что копать пришлось бы весьма долго. А так, мы сейчас пару уровней выкопаем. Наверное, вот так вот надо делать. И все будет хорошо у нас. Можем, 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 как мы? Сейчас подумаем. Давайте сразу выкапываем вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Наверное. Да и вот эту часть тоже обязательно. Так, так, так. И тут уже тоже вода потихоньку собирается. Давайте застраивать будем, чтобы там ребята на поверхности не скучали. Да, будем вот это дерево использовать дальше. Его вроде бы достаточно много. Так. Мы уже до слоя земли дошли. Практически. Так. Быстренько, быстренько. Мы строить можем, по-моему, до тех пор, пока там 3 уровня воды не будет. Так. Нет, пока нигде мы. Вот тут можем уголок поставить. Так, 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 так. Да, еще я хотел, наверное, сразу, пока вот строят вот это вот все, мы сделаем. Рядышко, может быть, успеем мы еще. А, у него тушка уже раз это самое в хлам превращена. Ну, ладно, мы лошадок разделаем, потому что лошадки тут долго не протянут. У нас все на поверхности мертвое. И, да, есть лошадям нечего. Мы поставим мастерскую бутчера рядышком из какого-то ближайшего дерева. Потом мы эту мастерскую, скорее всего, уберем. Надо было ближе, наверное, к входу ее строить сразу же. Так. И, наверное, сразу же лошадок на убой поставим. Так, и можем дальше копать уже. Как у нас тут дела? Тут тоже есть. А, тут, может быть, из-за того, что вот здесь мокрое пятно. Но тут уже водоносного слоя нет, походу. Давайте мы проверим. Так. Да что я все время с этого центрального... Нам надо сквозь него строить. По идее, да, по идее, здесь водоносного слоя уже нет. Тут уже можем не раскапывать. Только на вот этих вот двух уровнях нам нужно было. То есть, да, совсем скромненький водоносный слой. Но, в принципе, да, с ним не проблема. Легкий водоносный слой — это норм. Так. Хорошо. Давайте. У нас здесь сразу золото есть. Я уже говорил в прошлой серии, что разведку я проводил. Да, и я точно знаю, что здесь, на этой локации, у нас немного ниже будет лавовое озеро. Что меня очень сильно радует. Так. Но мы к нему сейчас копать не будем. Мы, наверное, первым делом... Сейчас посмотрим, где. Возможно, на вот этом вот уровне. Организуем фермы. Давайте посмотрим, как мы, в принципе, будем проходы наши тут делать. Я думаю, фермерский уровень нам не надо с проходами в 4 ширину делать. Давайте попробуем раскопать вот так. Посмотрим. Может быть, здесь еще водоносный слой будет где-то. Угу. Хорошо. Давайте мы тогда сделаем вот здесь. Пока что вот такой вот, наверное... Склад для еды и выпивки. Потом, 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 что нам нужно срочно бы еще сделать. Мы, наверное, на этом уровне и... Сделаем пока что временную там таверну и эту самую. Спальню. Общежитие. Может быть, мы, наверное, на этом уровне сейчас перекинем еще эти самые... Крафтерские мастерские первые сделаем и... Все, наверное, оборудование тоже перекинем сейчас сюда. Так, раз-два-три, раз-два-три. И ферму мы еще тоже сделаем. Давайте, наверное, здесь точно так же. Крафтерские мастерские. Может быть... О, тут что-то у нас не так, да? Недоделанное. Так. Да, вроде бы так. Диннинг Холлом ее назначить. Сразу. Допустим. И разметим еще небольшую эту... Это будет наша общага. Так. Так, так, так. Пару мастерских временных. Давайте так, чтобы, может быть... Чуть симметричнее было. Вот так. Это будет склад для ресурсов. Сюда можем уже переносить потихоньку еду. Давайте создадим склад вот так. И здесь будет вся еда, кроме семян. Вот так. И выпивка, и еда, получается, да, здесь будет на этом складе. Здесь, наверное, тоже мы сделаем три мастерские. Так, что-то тут у нас не то, да? Где-то я просчитался. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три... О-о-о-о, я понял. Просчитал самолеха. Так. Так. Пошли уже еду складывать. Окей. Пока ни лошадь, ни вот этот вот барсук, которого мы, кстати, разделали таки, да? О-о, прикольно. Да. Хоть у него тушка изуродованная была. Десять костей мы с него получили. С лошадей по семь костей, да? Мы, по-моему, обоих уже разделали. А, нет, по-моему, только одну. Копыта только четыре. Может, мы не все копыта получили? И... А. Отдельными идет, да. Другая партия костей, еще четырнадцать штук. Окей, окей, окей. Так. Пока мы там копаем внутренние эти уровни. Хотя переноской занимаются, да? Ладно, пусть занимаются переноской. Пусть все складывают сюда. По возможности мы можем уже этот склад расширять. Давайте вот так полностью пока расширим его. Согласились. Согласились. И давайте, наверное, сразу поставим сюда воркшоп. Нас интересует... Пивоварня наша из... Из авокадо. Будет, наверное, прикольно выглядеть. И сразу делаем эту самую. Кухню. Пока что все, наверное, на этом. Так. И я думаю, я думаю, когда надоест переносить все туда вниз на тот склад, мы, наверное, здесь делаем склад с древесиной. Пока что на него все дерево в округе загрузим. Так. И вообще прикажем лесорубу еще дальше заниматься рубкой дерева. Пока есть такая у нас возможность. Пока не пришла какая-то страшная тварь сюда. Нам надо заготовить как можно больше древесины. Потому что новое не вырастет. Нам надо собрать как можно больше и закрыться. По идеям. Так. Можем снова расширить этот склад уже полностью. Не полностью. Вот так. И можем здесь сделать склад типа общий для всякого остального барахла, которое будет кроме... Выбираем все. Кроме... Еды. Кроме костей. Кроме рефьюза. И кроме камня и дерева. Вот так. Хотя... Нам надо будет здесь склад для камня и для дерева сделать отдельное. Но пока нам надо, чтобы все, что у нас есть в телеге, перенесли туда вниз. Так. Проверяем, как у нас никого пока из животных. Но, как минимум, здесь, по-моему, чаще животные новые какие-то приходят. Я точно видел в одной из моих разведывательных вылазок, вот именно конкретно в этой локации, носорогов. Но пока что нам не повезло. Или наоборот повезло. О, птичка мертвая. Кто птичку убил? Ужасный мертвый биом. Даже птички дохнут. Так. Хорошо. Тут собирают. Давайте этот склад мы... Стоп. Один ботинок? Откуда ботинок? Ты не одел ботинок? Подожди. В натуре он ботинки не одел. Так. Надо ему обновить экипировку. Details и... Update equipment. Вот так вот нажмем. Пусть... Пусть пойдет оденет ботинки. А то беда вообще, конечно. Так. Хорошо. Давайте сейчас изменим вот этот вот... Черт. Это было фиаско. Это было фиаско. Сделаем вот такой вот склад. Для всего того же. Вот таким вот образом. Хорошо. Сделаем новый склад здесь на тайло 3, к примеру, для камня. Так. И сделаем здесь склад для чисто дерева. И сюда на этот склад с верхнего пусть заносят, когда делать будет нечего. И дальше из авокадо мы делаем мастерскую для карпентера. Наверное, здесь. Дальше делаем мастерскую для... Стоунворкера. Вот здесь. И мастерскую делаем... Для кого? Кто нам сейчас важнее? Крафты или же... Механик, например, тот же. Наверное, механик, чтобы мост поставить, может быть, как можно быстрее. Тоже из авокадо. Так, хорошо. Тут практически уже докопали. Как только мастерские достроят, заказываем кровати и столы. Сюда пока что на вот эту временную нашу спальню и все остальное. Так, внизу у нас тут все. Пока больше глубже не копали. Хорошо. Да, давайте до самого низа досмотрим. Да, больше глубже не копали. Окей, окей, окей. Так. Здесь будут фермы на песке. По-моему, земля или песок, без разницы. Надо будет сейчас проверить. На всякий случай, может быть, лучше фермы будет здесь сделать. Как вариант, в принципе. Но мы проверим. Давайте сейчас. Мы же, по-моему, можем на песке сделать фермы, если я не ошибаюсь. Будет смешно, если я ошибаюсь. Можем, без проблем. Ну, пусть выкопают все, потом разметим территорию под фермочки. И здесь, наверное, сразу склад для семян. Вот так вот сделаем. Это у нас будут чисто... Чисто семена. Все. Так, хорошо. И поля сразу размечаем, чтобы... А у нас еще есть 15 дней, чтобы успели посадить что-то, может быть... Ну, 15 дней до чего. Ну, кстати, поздняя зима... Зима, говорю. Поздняя весна, по идее, да. Следующий сезон у нас вот через 15 дней начнется. Ну, не через 15, а через 14. У нас 28 дней в году. Так, а как я хочу здесь фермы видеть? Раз-два. 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 Не раз-два. Еще раз-два остается, да. Ладно, делаем вот здесь маленькую ферму. Вот здесь маленькую ферму. И здесь фермы чуть побольше. Да, по-моему, отлично получается. Фарминг, фармплот. Надо будет только смотреть... Проверить, посмотреть разницу между... Давайте, может быть, и вот здесь вот еще сделаем маленькую фермочку. Разницу между эффективностью фермы. У нас там есть что-то такое. Посмотрим. Так, хорошо. Все, заносим. По идее, все должны быть чем-то заняты, кроме наших шахтеров. Согласен. У шахтеров стоит только заниматься шахтерством. И работы у них огромное количество. Поэтому, поэтому что? Поэтому мы, наверное, сейчас будем копать дальше. Копать дальше, копать глубже. Давайте смотреть. Это у нас территория еще земляная. Это уже... Камень. Камень, камень, камень. Но этот камень... Так. Надо подумать. Надо подумать. В принципе, давайте копнем глубже. Давайте копнем сразу к лавовому озеру. И посмотрим... Будем отталкиваться уже от него. Я уж не помню, на каком он уровне. Давайте проверим. Я хочу так же, как я планировал в той нашей крепости, вокруг лавового озера, сделать комнаты и все производство там. И все-все-все. Хочу, чтобы располагалось именно вокруг лавового озера. Там будет приятно булькать лава. Потом мы, может быть, эту лаву поднимем наверх. Да. Сделаем здесь какой-то ров и зальем его лавой. В принципе, тут можно будет, да, по кругу так вот как-то организовать крепость. Ну, или что-то типа по кругу. Но пока вообще надо будет, как только сейчас освободятся наши дворфики. Вообще надо, наверное, убрать им вот эту вот меточку, чтобы они тоже переноской там занимались и всяким барахлом. Да, я вне записи расписал все профессии. Сразу задал. Все в таком же порядке, как они идут здесь. Ну, единственное, что сократил доктора как общую профессию. Не добавлял там какой-то вот animal dissection. Еще там некоторые профессии, которые нам не пригодятся. Типа этого самого гончарного дела, да, у нас его не будет в любом случае. А, да, нам надо место для животных. Точно-точно, вот что я забыл. Так. Тут пока еще никто ничего не построил, да. Давайте мы нашему фермеру, наверное, сейчас вот так вот прикажем, чтобы он только фермерством занимался, шел. Ну, наши шахтеры, наверное, в первом приоритете все-таки выкопают для наших животных небольшие загончики. Ну, как обычно, наверное, 5 на 5. У нас два типа животных пока что, и нам этого хватит. Наверное, только сделаем... Вот так. Да, и мастерские у нас уже готовы. Не всем, но готовы. Мы уже можем заказывать разные крафты. Так как у нас есть уже... Мы в прошлой серии сразу раздали задачи нашим знатным дварфам, да. У нас уже есть возможность делать заказы. Так, это нам не надо. Мы заказы будем делать через... Через вот эти work-ордера. Так. Механизмы ставим крафтиться. Я поставлю крафтиться пятерочку. И вот так вот тоже пятерочку. Типа, если меньше пяти, то делаю еще пять. Так. По-скромненькому будем так пока что заказы всем распределять. Бля, сейчас пойдут все механизмы делать надолго. Бухло. Бухло. Первым делом бухло. Точно. Work-ордера. Поставим brew drink from fruit. Если вдруг у нас фрукты когда-нибудь появятся. From plant. И в принципе здесь все. Мы ставим тут как только у нас есть. Из чего можно готовить больше нуля вот этого чего-то, то сразу готовим. И здесь тоже вот так. Как только появляются растения, из которых можно варить бухло. Варим бухло. По поводу еды. О, жир у нас уже тут есть. Отлично. Давайте мы этот жир наверное разметим, чтобы из него не готовили. И будем мыло делать из него. Нам мыло понадобится. Так, нас интересует кухня. Да. И вот этот жир нас интересует. Не готовим из жира этого медоеда. И из лошадиного жира тоже мы не готовим. Это все останется у нас для производства мыла потом со временем. Когда нам это будет нужно. Но поставим готовиться еду. У нас есть много неприготовленных частей тех животных, которых мы только что тут разделали. И нам надо, нам надо. Давайте наверное сразу крутецкие блюда будем готовить. Ага, мы получается жир уже переработали в жир. Сало в жир переработали. Типа, да? Все. Это на автомате стоит? Хорошо. Это меня устраивает. И вот здесь мы поставим... Ох, что же мы тут поставим-то? Как только есть что готовить, да? Как только есть вот это, вот это... Это одинаково и получается. Нам 4 ингредиента надо. Но я думаю нет смысла несколько вариантов ставить здесь. Поэтому пусть... Пробуют готовить. И поставим наверное тоже по нулям. Пусть фигачит. У нас нету повара пока что отдельного специализированного, но ничего. Ничего. Так, хорошо. О, тут уже... Давайте посмотрим... Пурсойл, да? Хреновая почва. Посмотрим насколько здесь. Хреновая будет или не слишком. Я хочу, конечно, чтобы фермер сразу пошел сделать здесь, чтобы было понятно, стоит ли нам тут вообще заморачиваться или поотменяем все сразу же. Хорошо. То, что надо. Точно такой же Пурсойл, поэтому вот эту мы отменяем. Эти пусть высаживают там все. Так, и переводим животных сюда. Переводим животных в одну комнату. Всю нашу птицу. Вот так. Во вторую комнату. Наших немногочисленных пока что свинок. Троих. Так. Собаки-коты. Собак. Я, наверное, пропишу сразу обоих к нашему... О, мы его, наверное, сделаем дрессировщиком сразу же, да? Давайте на... Вот так. И... Киба... Киба... И Киба мы... Сделаем... Так, давайте посмотрим. Нам надо отменить ему сейчас приказ по тренировке. Выставить no orders. И... В принципе, он должен пойти будет тренировать животных, я думаю. Ну, или давайте его назначим анимал трейнером. Чё, я даром профессию делал? Анимал трейнер. Киба у нас будет. Всё. Всё, поехали. О! И мы нашли... Подземные пещеры. И нашли... Озеро Магмы. Давайте смотреть. Тут у нас... Это всё золото. Много сочного золота. И камушки всякие. Розовые камни. Кварцит. Гнейс. И мы вкопались... Понятно, куда мы вкопались. Так. Мы, наверное, отменим пока что копание дальше. Куда я там? Докуда? Вот это вот всё мы пока что отменим. Надо тут стенки, наверное, построить. Как мы их построим здесь? Нам... Нам надо выкопать вот эту часть центральную. Выкопаем, наверное, вот эти части. И нам надо как минимум вот здесь стену построить. Тут, в принципе, не важно. А вот тут... Если кто-то летающий там будет, вон, например, та же мышь летучая, она, по идее, может здесь залететь к нам. Поэтому нам это не надо. Всё остальное прокапываем. Вроде нормально. Там оно не мешает никому, ничему. И здесь мы, наверное, построим вот так вот. Ага. Мы не можем тут стены так просто построить. Нам надо сначала уничтожить лестницу. Вот таким вот образом. Хорошо. Включаем скорость. Давайте посмотрим. Так. Всё. Тут раскопали. В принципе, мы более-менее неплохо сюда вошли. И стеночки здесь. Мне две организуйте из... Так. Давайте, наверное, из Гнейса этого. Он как раз тут жёлтенький. Рядышком и ближе всего он находится как раз. Так. Тут вроде бы да. Тут всё. Всё в порядке. Угу. Всё. И снизу к нам уже никто не придёт. Отлично. 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 Такс. Проверяем на разных существ. Ууу. Носорожки пришли. Смотрим носорожки. Где они бегают. Чтобы понимать. Чтобы знать, где поставить ловушки. В будущем. Можно попробовать как-то разметить. По идее, пути у животных примерно одинаковые. Если мы вот на этом маршруте поставим ловушки, да, то есть большой шанс, что кто-то в будущем попадётся здесь. И я бы хотел носорогов половить. И мы носорогов можем разводить. Мы можем тренировать их как боевых питомцев. Поэтому это будет интересно. Давайте мы меточку поставим. Пока у нас нет возможности строить там ловушки. Но мы можем поставить какую-нибудь... Где там у нас... Вот это надо закрыть. Вот этот вариант нам надо... Вот... Наверное, вот тут ряд вот такой мы поставим. Может быть два. Так, что происходит? А нам надо выбрать... Вот это, наверное, возьмём вот так. Вот так. Два ряда ловушек поставим. Вот таким вот образом. Может быть, если где-то будут ещё бродить носороги или какие-то другие интересные животные, мы с той стороны тоже поставим вот какой-то примерно такой ряд ловушек. По идее, нападающие могут в них попасть, если какие-то, да, будут нападать на нас, там, гоблины, например, те же. Они могут попасть в эти ловушки, но... Мы не заманиваем их сюда принципиально и целенаправленно, да. Мы ловушку здесь... Мы приманку здесь никакую ставить не будем, естественно, потому что это слишком упрощает. Ну, если попадутся, когда у нас будет здесь ловушки для этих животных, то, ну, так и будет. Так, хорошо. Всё. Давайте дальше. Дальше смотрим, что у нас тут нужно важного, полезного сделать. Уже фермер безработный, лидер экспедиции безработный. Фермер, фермер, фермер. Давайте мы уберём теперь фермеру. По идее, он посадил все... Ага, он ничего не посадил, потому что я ему ничего не приказал садить. Чёрт, точно. Верно, верно. Давайте на двух больших плантациях. Сейчас у нас весна. Тут плампхелметы на большой. Круглый год плампхелметы. Обязательно. На второй... Так... Пиктейлы. Вместе с плампхелметами. Пиктейлы. Вот так. Нам много плампхелметов надо. На остальных, которые поменьше, давайте какие-то свитподы, например, здесь. Здесь тоже свитподы. Точнее, наоборот, здесь квари бушис весной. Дальше. Летом кайвит. Наверное, и тут, и тут. Так, осенью... Давайте, наверное, тут кайвит. А тут... Ну, квари бушисы, в принципе, наверное, нам не так уж сильно и нужны, на самом деле. Да. Давайте тоже кайвит. Пусть будет. Слишком много кайвита у нас получается. Мы можем тут свитподы выращивать какие-нибудь, к примеру, летом. Давайте, наверное, вот так. Летом на обоих фермах свитпод... А, нет, на обоих не надо. Вот так, да. Лучше в разнобой. Ну, а зимой у нас вариантов немного. Димпл капы и какой-нибудь там пламп хелмет еще. Димпл капов у нас совсем немного, поэтому одной этой зимой нам хватит с головой. Так, проверяем. Квари бушис, свитподы, кайвит, пламп хелметы. Здесь свитподы, кайвит, кайвиты еще раз и димпл капы. Маловато свитподов. Но пока нам хватит, в любом случае у нас не так много семян, поэтому не важно. Так, фермера мы заняли. Фермера заняли, по-прежнему можем ему поставить заниматься только фермерством. Это важно. Так, и мастерские. У нас вроде готовы мастерские, да? Нет, это еще не готово. Да что ж ты будешь делать? Никто не придет никак сюда. Так, а еще я не... А, нам надо место для тренировки собак. Точняк, точняк. Вот что я забыл. Место для тренировки собак. Давайте мы разметим Animal Training Zone. Наверное, где-то здесь я сделаю зону для дрессировки животных, в принципе. Нам большая территория здесь не нужна. Пусть будет здесь. Так, и... Нам надо... Нам надо вот эту мастерскую сделать. Нам нужно кровати. О, все, грибами зарастает. Да, насчет грибов. Давайте смотреть еще раз, глянем насчет животных. Пока вроде никого нет. Идем в пещеру. Очень интересный момент, что в пещере мы можем... Так. Кварибушес. Живое. Все это дело живое. И грибы тоже живые. Отлично. Да. Хорошо. То есть под землей у нас все в порядке. Мы можем все выращивать, как нам нужно. Гематит. Это железо наше. На этой территории. Довольно большие такие пространства. Да. Интересные пространства. Шахтеры наши там, да, бездельничают, по-моему. Бегают уже, мусор складывают. Нам надо копать. Копать, копать, копать. Так. Давайте посмотрим. Я хочу где-то, наверное, с этого уровня. Сделать вход вот здесь. Это будет центральная точка входа вокруг этого озера. И здесь мы будем спускаться вниз. Поэтому идем. Прокопаемся потихонечку. Давайте тут четвертый приоритет поставим. Ладно. Короче. Тут надо будет подумать. Я вне записи подумаю. Это нам, может быть, пока не пригодится. Да. Ботинки наш вояка, я смотрю, так и не одел. Давайте мы ему все-таки изменим тогда экипировку. Потому что он, видимо, их не может нацепить. Из-за того, что у него какая-то одежда. Давайте посмотрим на него, где он там. У него, скорее всего, какая-то одежда, которая... У него обувь, наверное, простая есть, да? Из ткани. Из кожи ботинки у него есть. Поэтому металлический он не спешит одевать. Ну что, мы тогда, наверное, сразу сделаем серьезную экипировку для него, да? Добавить униформу. Как там у нас? Метал... Мульти. Так. Поехали. Нагрудник. Поехали. Три, если я не ошибаюсь, кольчуги. Поехали. Шесть плащей. И главное отключить, чтобы униформа заменяла одежду. А, это у нас не метал мульти будет. Подождите, это будет для копейщиков. Наверное. Наверное. Так. Что там у нас? Шлем. Шесть капюшонов. Металлические доспехи на ноги. По-моему, вот эти штаны. Двое, если я не ошибаюсь. Только. Можно юбку там, как вариант, еще тоже было. В некоторых раскладках предлагали. Так. Тут. Перчаток не будет, но у нас... Точнее, варежек не будет, но у нас перчатки сейчас есть. У многих. Поэтому мы перчатки здесь оставим. И гантлеты. Так. Дальше. Носки. Давайте попробуем по одному экземпляру. И металлические ботинки. Желательно, наверное, сразу поставим и сталь. Давайте, да. Вот так вот. Все вот эти парные предметы мы поставим пока по одному. Посмотрим. Вдруг справится. Вдруг справится. Так. Шлем. Кольчуги тоже я поставлю сразу стальные. Но если не будет стальных, да, у нас необязательное совпадение точное. Поэтому будет брать что-то другое. Тут, наверное, тоже мы сразу поставим кожу. Лазер. Вот. Лазер. По мере возможности, когда-нибудь, я надеюсь, будем крафтить кожаное все вот это вот дело. Как мы крафтили в той крепости. Так. И вот это. Вот это кожаным делаем. Перчатки. И носки тоже кожаными мы сделать не можем, да? Ммм. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, и копье. Щит. О, кстати, это щита у меня, по-моему, нет. Или есть у него щит? По-моему, нет щита. Стальной. Да, он где-то здесь. И здесь, в этом отряде копья. Стальные. Все. Согласится. И теперь, теперь, теперь. Что там? Что там? Что там? Вот так. Спермульте назначаем. Ага. О, другое дело. Теперь он должен будет одеться по-нормальному. Я надеюсь. И натренировать собак желательно. Так, животных потихоньку переводят. Но дверей у нас пока нет. Давайте закажем двери. Двери. Давайте по-скромному. По пять штучек пока. По пять. Здесь. По пять. Здесь. Механизмы уже крафтят. Два механизма у нас уже есть. Мы уже можем мост сделать. В принципе, это хорошо. Мы можем тогда... Тут еще целая куча еды и костей. Здесь еще тоже куча всего надо разобрать. Тут, конечно, интересный вариант. Или сразу... Давайте я сразу построю, наверное, вот тут вот стенку. Да. Если что, мы сразу будем прятаться в нее. Прямо вот так. Может быть, вот так. В обход придется бегать немножко нашим дварфам. Но ничего. Из рамбутана, да, предлагают нам. Давайте вот из этой лучшей древесины сделаем. Так. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Ну и где? Зараза. Так. Поставим... Лестницу, наверное, да? Давайте на уровень выше. Как нам это лучше сделать? Наверное, лучше снаружи лестницу поставить. Да. Так-так-так-так-так. Констракшн. Стеерс. И... Давайте отсюда. Вот сюда. Низ. Давайте как раз из рамбутана посмотрим. И здесь тоже. Вот так. Текс. И раз-два-три-четыре. Да, у нас мост получается на четыре клетки. Будет основной, скорее всего. И потом другой основной мост, который будет, может быть, пошире территории, если мы себя оградим, там, если захочется крепость какую-то сделать на поверхности такую, встречать врагов на поверхности, то тоже будет на четыре клетки. Так, мост будет подниматься сюда. Мы ставим... Наверное, вот такой вот мостик мы сделаем, да? Такой симпатичнее смотрится. Давайте вот такой. И его мы сделаем, наверное, из какого-то, может быть, светлого дерева, может быть, из авокадо. Давайте из вот этой вот пальмы посмотрим, будет ли отличаться по цвету вот эта вся темная древесина. Так, хорошо. Хорошо. И я, наверное, зону вот эту для тренировки перенесу вот сюда. Так. Но это все, блин, все это ерунда. Нам надо, короче, Карпентера освободить, наверное, да? Да, нам надо освободить Карпентера. У-у-у, Кибра сделалась и заснула. Да, у нас из-за того, что Карпентера еще никто не построил и никто еще кровати не сделал. Все будут спать сейчас на земле, на голой, и явно будут недовольны этим. Пам-пам-пам-пам-пам. Нам надо убрать пока что вудкаттинг. Так, вот сделаем. Я много деревьев разметил рубить, и в приоритете у нашего Карпентера, видимо, рубка дерева. Поэтому он должен сейчас, я думаю, пойти сюда. Может быть, разве что строительством он там занимается. Черт. Давайте мы его тоже сейчас сделаем. Вот так молоточком мы поставим. Фермер работает. Отлично. Карпентер пришел. Наконец-то! Молодец. Все. Погнали кровати делать. Кровати. Пока что пятерочку. И как только меньше пятерочки, пусть делают пятерочку. Так, хорошо. Что еще, что еще, что еще? Что нам деревянное надо? Тут пока бочки нужны, да? Кровать первым делом, потом все остальное. Пусть делает бочки. Тут, я думаю, кто-нибудь достроит. И я хочу крышу сделать вот здесь, чтобы можно было закрыться, и у нас все под крышей было. Если я крышу на этом уровне сделаю, мост, пойди, мешать ничего не должно. Так, шахтеры наши вещи перетаскивают. Ну да, сейчас им заняться нечем, но поперетаскивать вещи тоже надо. Так, проверяем, проверяем. Ой, не туда, проверяем, проверяем. Вот сюда. Три носорога где-то бегают. Развлекаются, резвятся. А что никто ничего не строит? Или это Карпантер должен делать? Кстати, вопрос. Хороший. Нам надо поставить рычаг. Давайте вот здесь. Соединим его с мостом. Так, собаки боевыми стали. Отлично. Механизмы готовы. Давайте собак теперь назначим монитор лизард. Ящерица эта, по-моему, небольшая. Назначим милишкомандеру. Милишкомандеру. И пойдем проверим, что не так с милишкомандером. Она поспала уже? Она поспала. Идет готовить еду. Идет готовить еду. О, оставить. Отставить. Давайте расписание тренировки. В принципе, все, что я хотел, чтобы она сделала, как... Не боец она сделала, да? Она тренировала собак и все. Больше мне от нее ничего не нужно. Пусть идет, одевает экипировку. Давайте посмотрим апдейт эквипмент. Иди одень все, что ты сняла. А она, по-моему, там голая тренирует. Черт. Так. Проверяем. А, да. Нам надо отключить. Точно, точно. Вот, вот так. Мы теперь это отключили. Это было включено. Точное совпадение. Верно. Я ошибся. Я ошибся. Когда говорил про точное совпадение. И теперь мы можем отправить ее... Давайте сейчас... Просто расписание ей уберем. Она должна будет пойти одеться. Я надеюсь... Констракт билдинг. Ну, тоже неплохо в целом. Я апдейт эквипмент мой, ну... А, стоп. Вот так. Я на конферм не нажал. Во. Теперь другое дело. Теперь она оденется. Оденет все, что здесь у нас валяется. Так. Тут все готово. Рычаг. Рычаг готов. Линкуем рычаг с... Нашим... Мостом. Так. Тут уже практически все разобрали. И практически все забрали. Здесь остались только кости. Здесь остались только кости и черепа, шерсть. Ну, в принципе, не страшно. Ну, в принципе, не страшно. Не страшно. Так, кровати готовы. Так, кровати готовы. Отлично. Давайте ставить кровати. Вот вот сюда, в грибницу в эту. В грибницу. Так. Все дружненько будут спать у нас тут. И мы можем эту зону сразу разметить, как... Ээээ... Эээ... Эээ... Нужны... Столы. Так. Сразу настроим. Тоже штучек пять по-скромному пока. Пять по пять. Если меньше пяти, делаем пять. Так. И... Заказываем еще... Через эту же мастерскую. Точно так же заказываем еще и... Эээ... Стулья. Троны. Дворфийские стулья. Так. И тоже пятерочку бахнем. Вот. Все. Все. Так. Вся экипировка. Давайте проверяем. Я вижу ботинок один. Не нацепила она. Они... Ботинки валяются ладно. Носки она не одела. И перчатки она не одела. Они, по идее, где-то есть. Она их где-то бросила. Может быть, их теперь кто-то другой одел. Хотя... Не знаю. Где-то у нас должны валяться перчатки теперь. У них же есть перчатки, правильно? Я же ничего не перепутал. У них по стандарту, да, есть перчатки. И носки-ботинки. Носки можно было бы одеть вообще-то. А, тут все прям лежит. По идее, вот это все можно было бы... Хотя туника, наверное, нам не подходит. Траузесы прям отлично подходят. Почему... Почему она их не одела. Так что проверяем, что я опять тут наплужил с экипировкой. Лезер-траузесы. Лезер-траузесы. Да-да-да-да. Она пошла обуваться. Она разделась. Сняла ботинки. Сняла перчатки. И одела все остальное, что ей теперь нужно одеть. И взяла кровать, пошла переносить. Так. На расписание тренировку. Хватит кровати носить. Это уже другое дело. Это мне уже нравится. Теперь она будет тренироваться. По идее, все будет отлично. Так. Дверьми закрываем животных, чтобы они меньше шастали туда-сюда. Сюда дверь и сюда дверь ставим. Может быть, сюда и сюда дверь тоже поставим. Ребята говорили, что общежитие не работает, пока дверей нет. Не уверен, но поставим на всякий случай. Так. Ага. Рычаг слинкован. Все в порядке. Проверяем. Существ пока никаких страшных нет. Тренировка идет. Боец в полной боевой готовности у нас. Ну, по мере своей возможности. Единственное, что нет рубашки. Потому что у нас там не та рубашка, которая ему нужна. Но ничего. Ничего. Так. Да, крышу. Я хотел здесь крышу сделать. Давайте сейчас из дерева зафигачим крышу. Деревянные постройки отдыхания. От дракона. Да, дыхание дракона. От огня. Собственно, они не горят. Насколько я понимаю. Нет. Такой вариант меня не устраивает. Как мне... О, вот так. Только... Убрал только то, что нужно. Нам надо... Выбрать конкретный материал. Хочу конкретный материал и... Лайм, папайя. Столько всего вкусного могли выращивать. Но... Нет. Все мертво. Так. Окей. Сейчас быстренько крышу сделаем. И мы, в принципе, если что, можем закрываться сразу. А, блин. Проклятые эти... Животные наши поразбегались. Давайте. Забираешь? Нет. Нет. Он куда-то пошел. Дерево носить, наверное. Все. Дварфам теперь есть где спать. Уже есть столы. Парочка простеньких столиков. Я понял. Ждем, пока их сюда на склад занесут. Топор один валяется. Топор, наверное, Карпентер скинул, да? Потому что он, типа, не этот самый... Не лесоруб сейчас. Ему топор, типа, носить не надо. Окей. Так. Этот склад с древесиной загрузили. Я хочу теперь, чтобы сюда переносили. Сюда. С второго склада. Правильно я же настроил? Я надеюсь. Я надеюсь. Нам надо... Еще мастерскую этого. Давайте куда-то ее попробуем втиснуть. Или я, наверное, здесь поставлю. В принципе, да. Я думаю, тут нам мастерская никакая не нужна сейчас. И... Стоп. Ты кто? А, он ест. Хорошо. Ладно. Согласен. Есть там можно. Я думал, готовить пошел наш Карпентер. Мастерскую поставим. Нас интересует... Крафтс. Да. Вот эта мастерская нас интересует. Из... Авокадо. Авокадо. Здесь все авокадово красивое такое у нас. Окей. Погнали. Можем поставить один стол уже. Уже будут ходить, кушать и более довольными будут дварфы. Давайте такой столик. И табуреточку сюда. В принципе, тут мне не важно, что какое будет. Из каких материалов. Это у нас временное общежитие такое. Просто, чтобы как можно быстрее уйти с поверхности. Давайте мы этот склад немножко расширим. Чтоб симметричнее чуть-чуть было. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот так. Или вот так. Если отсюда считать. А не от края стеночки. Так, крыша готова. Вудворкер наш. Все типа сделал, да? Кровати готовы. Что нам надо еще? Давайте, раз кровати готовы, закажем теперь корзину. Вуден баррел. Тоже пятерочку пока что. Тоже пятерочку пока что. Окей. Еще что-нибудь? Что из дерева только делается? А, эти ящики, да? Давайте заказываем ящики. Не так мы заказываем ящики. Вот так мы заказываем ящики. Так. И-и-и-и-и. Пятерочку. Пятерочку. Так. Окей. Тут работа есть. Тут есть. Тут нет. Давайте заказываем. Единоразово, наверное. Да. Мы не будем Этот самый Условия никакое делать. Сделаем Пока что просто пятерочку как раз Этих самых Гнезд Для того, чтобы Нестись птицы могли Регулярно И хорошенько Ооо, тут уже бочки загружают Ладно, пусть будет Пусть будет А, ну правильно, в бочку они потом еще Все эти мешки складывают Окей Согласен Согласен Тут все Пока хорошо Так, из крыши этот свалил Окей Давайте мы попробуем Сейчас загнать всех в нору И закрыть двери Как у нас дела? Ооо, гигантские черепахи Можно пойти копейщика попробовать Потренировать на черепахе Черепаха не отбивается Черепаха прячется, по-моему И мы будем долбить этот панцирь Весьма долго, наверное Но зато навыки боевые Прокачаются неплохо Да, я думаю мы можем Но я хотел бы все-таки для начала Создать зону логова Логова, норы Давайте вот так Иконку мы поставим вот такую Вот такую Бэкграунд Давайте какой-нибудь Вот такой Серенький И тут, наверное, цвет чуть Чуть поприятней Сделаем вот так Чтоб почти не видно было Эту нору Так И размечаем ее Дальше По всей Нашей территории Занятой В принципе нам пока дальше не надо Нам только вот эта часть нужна Да, все По большому счету Да Согласен Согласится Это мы отключаем И Добавляем Всех Бойцов Всех Жителей Сюда Так И она у нас включена Правильно Это на паузе Это включено Все, побежали Все заходим Все прячемся Ты что делаешь? Креаторов Умар Дарын А, стоп Мигранты приперлись Я только сейчас обратил на это внимание Ага Они, наверное, уже два часа тут стоят Скучают Да, целая куча мигрантов Давайте смотреть У него какая-то странная Подпись Как будто бы, да Он создал какой-то артефакт Я не помню Может быть, это наш какой-то Эммм Да Это наш Какой-то Стонкарвер Умар Дарын Это какой-то артефакт Который, видимо, он у нас создал Это товарищ Из Смерти драконов К нам пришел Отлично По скиллам По скиллам Какой-то скучный Он вообще, да Адепт Стонкарвер А, наверное, какой-то Один из относительно новых Вообще Какой-то скучный Ёлы-палы Так, ладно Давайте смотреть Кто еще у нас тут Эммм Вот этот, по-моему Тут теперь непонятно, да Наверное, да Вот этот вот тоже новый Давайте глянем Тоже из Смерти драконов Бывший Член того поселения Так Стандартно Хотя сережки у него есть Сережки Наверное, тоже какой-то Один из новых Скорее всего Ничем полезным Походу Он не занимался Кстати А, спикер Спикер Не, не Ничем полезным Он не занимался Походу Все Foraging Behavior Прочитали зато Эти ребята Но в целом Тоже хорошо Вот этого ниша Мы смотрели Легендарный Оружейник К нам пришел Серьезно И у него Стоит Та настройка Которая стояла У него Раньше По идее Да, красным Включено И легендарный Фурнес-оперейтор Пришел Ёлы-палы Ёлы-палы Так Смотрим Да Обалдеть Наш легендарный Weapon-Smith Шикарно Просто шикарно Это вот Это лучший Легендарный Этот Мигрант Который мог К нам прийти Надо было Наверное Всех там В стальную Броню Всех Одеть Да Было бы Забавно Так Я хотел Посмотреть Опять же Тоже Все Мигранты Из Нашего Поселения Пришли Но там же Хорошо Почему Вы все Посваливали Легендарный Фурнес-оперейтор Шикарно Шикарно Так Кто там еще Вивер Тоже Легендарный Вудкрафтер Тоже Из новых Было бы Прикольно Если бы Наши бойцы Пришли Я не знаю Могут они Прийти Но было бы Прикольно Да Все Получается Из Нашего Поселения Из того Поприходили Создатель Какого-то Там тоже Мы кстати Можем Посмотреть Сейчас По Артефактам Что у них Там За дела Ну Вивер Нам пригодится Наверное Со временем Может быть Не сразу Вудкрафтер Просто Ну По идее Раз Наверное Да Мигранты Все с одного Поселения Идут Не рандомные Какие-то Набираются Все Собрались Из одного Поселения И пошли Будет прикольно Если мы Всех наших Жителей Оттуда Заберем Со временем Так Талантливый Вудкрафтер Ну Короче Такой себе Товарищ Какой-то Ни туда Ни сюда Мы его можем Не знаю Кем сделать Сейчас подумаем Ну и все Вроде бы Всех посмотрели По животным Кого к нам Привели Вот этого Пэта И еще И лошадь Привели Лошадь Мы сразу Забиваем А этого Пэта Мы отправляем Наверное Ко всем остальным Вот сюда Вот сюда Мы в принципе Можем лошадь Поставить Поставить Пастись Уже Вот здесь Есть Грибы Эти Наверное Нам лошадь Не надо В любом случае Я Лошади Оставлять Не буду Давайте Вот этого Непонятного Создания Сюда Так Так Раздупляемся И пошли Все в нору Быстро Проверяем Проверяем Чтобы у нас Все пучком Было Все Все пошли Все зашли Собачки Ну надеемся Что собачки Сейчас не пострадают Дергаем за рычаг И посмотрим Нормально ли Закроется Здесь все Крыша Не обрушится ли Вот что Меня сейчас Интересует Больше всего И вообще В принципе Закроется ли Что за дела Я же вроде Нажал Пул О Отлично Отлично Теперь Главная Проблема Когда мы будем Открывать Не придавить Собачку Которая может Сюда прибежать Все Порядок Хорошо Да Мы все проверили Все работает Мост складывается На один уровень Отлично Отлично О Стоп К нам уже идут Гости Я пока не готов Он тоже Да Он понимает Что мы еще не готовы Это может быть Как раз Этот самый Бест Бестхантер С Пик В целом Неплохо Экипированный Но Никого еще Не убивший Никогда В принципе Если мы сделаем Таверну То Мы можем Этого Товарища Принять Даже Попробовать Но у нас Только Столовая Для наших Пока что Но мы В следующей серии Займемся Дальнейшими Раскопками Будем копать Глубже Я Размечу Что бы я хотел Видеть Вот вокруг Этого Лавового озера Как бы я хотел Видеть Здесь Наверное Где-то Где-то с этого Уровня С минус Одиннадцатого Будет Наше Основное Жилье Если там Не будет Никаких Других Пещер Я надеюсь Что не будет Хотя бы там Несколько Уровней Пяток Может быть Десяток В идеале Конечно Чтобы не было Никаких пещер Чтобы там Расположить Все Что нам Нужно Будет Это вот В идеале Было бы так Но С этим Озером Эта находка Такая Весьма Приятная Была Я очень Рад Что повезло Такую Локацию Найти Мы можем Теперь Здесь Лавовые Эти Кузницы Попробовать И печки Всякие Разные Которым Древесина Не нужна Ну хорошо В любом случае Пока что Мы на этом серию Будем заканчивать И в следующей серии Продолжим Всем спасибо За просмотр Всем пока И увидимся В следующей серии Продолжение следует